Добрый день! Сегодня у нас в меню тушеная курица. Значит, что нам нужно будет? Ну, во-первых, нам нужна, естественно, будет курица. У нас в данном случае это окрачка, но можно использовать любые другие куски курицы. Нам нужен будет помидор. Здесь у нас два небольших помидора. Нам нужен будет лук. Здесь у нас одна большая луковица. Это у нас фенхель. Небольшой кусок. Мы его весь не стали делать, чтобы он придал немножко вкус такой особый. Здесь у нас два зубчика чеснока. Чуть-чуть перца чили острого, поэтому чуть-чуть. Значит, если кому-то не нравится, то вообще не надо класть. Нам нужно будет пол таблеточки вкусовой. Это у нас куриный бульон. Нам нужно будет где-то у нас здесь 100 грамм вина белого, петрушка и тимьян. Значит, сейчас мы включим сковородку нашу, разогреем ее и обжарим сначала курицу. Поперчим ее и посолим, и обжарим. Так, сковородка у нас, значит, нагрелась. Курицу мы посолили, поперчили. Сейчас мы будем обжарить. Так, курицу мы обжарили. Сейчас мы ее вынимаем. И сейчас на эту же сковородку мы положим овощи, которые у нас порезаны. Кроме помидоров. Пока что мы положим только том, что там лук, чеснок, перец и фельд. Значит, положим сюда поочередно перец, лук, кенкель и чеснок. И сейчас мы это посолим, тоже поперчим и будем все поселить. Значит, не жарить, а именно посерить. Посолим и поперчим. И, значит, еще где-то минут 10 будем все это посерить. Добавлю чуть-чуть масла. И будем мешать и делу. Так, теперь мы добавляем сюда помидоры. Значит, добавляем помидоры. И помидором будем жарить достаточно тоже долго. Ну, сравнительно долго, да? Чтобы они выпустили немножко влагу. Чтобы они не были такими, скажем так, сочными. Это где-то еще на минут 5, наверное. У каждого это зависит от сковородки, от огня которого в сковородке и так далее. А помидора того же, в котором больше воды, в другом меньше воды и так далее. В общем, надо смотреть. Так же, значит, все овощи у нас прожарились, как следует. Пропассировались. Теперь, значит, мы добавим трав. Значит, мы добавим, во-первых, тельян. Где-то так. Ну, чайную ложку. От души. И добавим сюда же петрушки. Ну, поменьше чуть-чуть. Петрушки где-то так. Кофейную ложечку. И оставим это. Сейчас мы перемешаем. Еще две минутки. Потому что трава, когда она немножко как бы поджаривается, надо больше вкуса. Вот уже запахом. Теперь мы сюда положим листик лавровый лист. Я могу сказать, с самого начала. Положим сюда лавровый лист. Перемешаем. И нальем сюда вина. Значит, вина, как всегда. До тех момента, когда выпьеркнет алкоголь. Так, еще один ингредиент, который я не сказал, это перец горошка черный. Значит, ну, мы его тоже насыпем. Ну, не ложку, конечно, но вот так вот. 15 штук. И теперь мы сюда добавим нашу курицу, которую мы ранее обжарили. Значит, если заметили, соль мы пока не добавляли. Почему? Потому что мы пока все это делалось, мы скипятили воду, разбавили таблетку, которая у нас была. Она соленая. Поэтому мы сделаем так. Мы ее добавим, потом посмотрим, как соль. И нашу курицу сейчас мы распределим по нашей сковородке. И зальем бульгером. Значит, и оставим это где-то минут на 20-25. Значит, посреди готовки, то есть минут через 10-12, мы курицу перевернем и продолжим, когда уже будет готова. И когда она будет более-менее готова, мы попробуем, как у нас получилось на счет соли. Потому что курица у нас соленая и перчатая. Так, значит, у нас прошло 25 минут. Курица наша готова. Это ее заключительный вид. Сейчас, значит, мы разложим ее по тарелкам и будем кушать. Итак, наш сегодняшний обед это тушеная курица с овощами. И мы пожили немножко картошечки. Значит, чей-то рецепт я затрудняюсь сказать. Но, в принципе, это, если кому-то интересно, немножко в стиле андалузском. Значит, всем приятного аппетита и пока! Приятного аппетита, пока!